Данные встречи мы планируем делать раз в месяц для того, чтобы информировать общественные города Горловки о тех мероприятиях и тех вопросах, которые мы решили, которые мы планируем делать и над которыми мы сейчас работаем. Поэтому, уважаемые гости журналисты, задавайте нам вопросы. Мы их не боимся, даже если на некоторые вопросы мы не сможем ответить, то мы обещаем, что мы ответим на них в течение двух-трех дней. За последние два года сложилась очень серьезная ситуация с педиатрами в городе. То есть, собственно, их всего на данный момент два по фамилиям Мазница Безумова. На выезды они, к сожалению, не могут выезжать физически, поскольку, по крайней мере, я два дня назад у них был и была очередь очень большая, то есть около человек 30 перед началом приема. Естественно, не восстановлено детское педиатрическое отделение, которое недалеко от исполкома находится. Вопрос заключается в том, что начинается сезон респиратурных заболеваний, как местная власть будет решать этот вопрос и будет ли восстановлена детская больница. Первое. По восстановлению детской больницы мы сейчас очень плотно занимаемся. И вот этот вопрос на повестке дня. Где-то к концу следующей недели мы будем готовы ответить на него, когда мы это восстановим. По педиатрам действительно очень сложная ситуация, так же, как и по остальным русским специалистам. Это не секрет. Принимают у нас два педиатра, принимают до 16-го. С 3-го октября мы планируем взять еще одного педиатра, который будет осуществлять выездной прием в Центре медикоцентральной помощи номер 2. А сейчас пока, к сожалению, трое. Если будут обращаться еще, мы везде послали свои запросы, просьбы о приеме на работу. То есть, если взять вакансии, но, к большому сожалению, наблюдается очень большой дефицит специалистов. То есть, в том числе, это педиатра. Будет ли работа продлена городского транспорта? Потому что, как бы, уже и комендантский час был до 11-ти продлен, и летом люди жаловались на то, что очень трудно добраться с 5-го квартала, со строителя в центр и обратно. И насколько возможно вообще решение этого вопроса, продление хотя бы на час, на два общественных... Да, это портал-то двойка, да? Это правильно? Двойка, да, единица. Все вопросы наших больных связаны именно с остальными дорогами. И связаны с тем, что у нас отсутствует подвижной состав, в том числе отсутствуют маленькие микроавтобусы, газетки. Так сложилась, к сожалению, ситуация на сегодняшний день. По двойке мы продлевать его будем однозначно. 14-й маршрут мы уже продлили, и он будет с кратностью раз 10 минут. И будем продлевать 77-й маршрут. Над продлением остальных маршрутов мы работаем. Вот мы по этапу сейчас вводим. Сейчас очень много жалоб, к сожалению, прошло и на работу автостанции Горловка. Вчера мы ее посещали, провели там рейд совместно с Министерством транспорта. Есть наникания, очень много нелегал. Мы начали с этим борьбу. Чем больше нелегалов, тем меньше автобусов на маршруте. Не хотят, к сожалению, некоторые люди платить налоги, но этим платят заниматься. Мы вот с вводом 14-го маршрута мы на 60% победили нелегальных перевозчиков в МАЮС. И опустили цену с 50 рублей до 6. Поэтому боремся экономическими методами и в том числе о ремонтах дорог. Как только будет получаться состояние ремонта дорог, у нас будет просто больше выхаживания с ценными автобусами. Поэтому вопрос мы знаем, но мы не только просим большого вопроса. Ну вот, собственно, еще один вопрос в продолжении этой же темы. Насколько мне известно, информация, в принципе, не опубликовалась. Может, вы подтвердите, опровергните. При Романе Александровиче Хроменкове был планет вопрос о ведении муниципального транспорта в городе. Для чего планировалось, по крайней мере, был проект о предоставлении Российской Федерации определенного количества автобусов для Горловки. Будет ли этот проект возрожден и вообще, в принципе, обговорится ли тема муниципального транспорта? Вообще, это моя мечта. Для того, чтобы был муниципальный транспорт, тогда мы можем регулировать тарифную политику. Вот смотрите, не знаю, как было при Романе Александровиче, кто нам что обещал. Сейчас поставок никто не обещает. Муниципальный транспорт раньше покупался исключительно за средства муниципального совета. В том числе, брали все кредиты города, покупался транспорт. Как это было, в принципе, в других городах. Не знаю, как это было сейчас в городе. Но как только экономика новается, когда у города будет свой бюджет. Город, конечно, чисто дотационный город. Мы находимся на линии фронта, практически все предприятия не работают. Как только будет бюджет у города, мы сразу поднимем вопрос по муниципальному транспорту, так же, как мы сейчас занимаемся, к примеру, возобновляем работу у коммунальных предприятий еще нескольких для улучшения жизненного улучшения. Еще тот же вопрос по муниципальному транспорту, собственно, я говорил о автобусах. Жители Калининского района жалуются на то, что нет до сих пор на остановках расписания, четкого расписания хождения восьмого маршрута. И, собственно, он переполнен по утрам. Возможно ли появление четкого маршрута этого трамвая и возможно ли информирование населения методом, собственно, размещения информации на остановках? К большому сожалению, в городе Войлоке на сегодня постаралось всего семь трамвальных лагонов, два из которых ходят в Полинский район. Да, бывает иногда своего графика, мы это знаем. Но на эти два лагона, которые сейчас ходят, расписание мы повесим. Я думаю, до конца недели в следующем мы этот вопрос решим и будем проинформировать. Еще такой вопрос. 13-15 сентября в городе началось заполнение системы отопления. Естественно, первые объекты, которые хотелось бы видеть уже запущенными, это школы и детские садики, поскольку дети уже пошли в школы, да, и погодные условия, собственно, уже предполагают. Когда нам ждать запуска? Давайте мы будем говорить о детских садиках и больницах, прежде всего. Школы традиционно будут на каникулы. Как только погодная ситуация опустится, среднесуточная, меньшая смартфона тепла, сразу будут запущены садики и больницы. Сразу мы дадим такое распоряжение по городу. Замбар сразу мы все совещания провели. Отопительная система готова. Ну, конечно, как всегда, трубы стареют. Сейчас начнем запускаться, дадим им давление. А присопки, в принципе, все прошли. Ну, сейчас начнем с теплоносителя, будут порывы. Ну, надеюсь, наладится. В течение недели полутора просто запуска, нормализуемся. Ну, сейчас мы ждем среднесуточную температуру меньше 8 градусов, 30. На следующей неделе обещают 21 градусов, поэтому давайте немножко подождем.